Друзья, всем доброе утро! У нас сегодня закрыты сделки по Nissan Qashqai 2015 года. Субтитры сделал DimaTorzok Драйвы, подъемники... А стоп, подъемник был? Ага, подъемник тоже уже был. Сейчас Миша удостоверится, что все окей. И машину будем оформлять. Самое интересное по этому автомобилю, что у этого автомобиля два ДТП. Кстати, да? Давайте сразу покажем. Ох, вот последствия одного из них. Красная машинка, да? Въехала. О, нифига себе! Смотри, какой зазор. В общем, вот последствия одного ДТП. Последствия второго будет не видно, да? И получается у нас вот это вот крыло. Да, менялось? Вот это. И менялось вот это крыло. Красился бампер. И дверь какая? А, ну, соответственно, да. Красили бампер, меняли крыло. Красилась дверь. В остальном по машине никаких нареканий. И цена за 15-й год Qashqai... А это у нас какой двигатель? Это двухлитровый. И итоговая цена у нас получилась 905? Да. 905 тысяч. Изначально была 925. Вначале он был 970. Первая цена была 970. 970 была цена? Изначально 970 была. Потом 900... 925. А забираем за 905. А собственник пытался продать за миллион пятьдесят. Ага, понятно. Вот это заявление, которое мы нашли. Да, было... Что еще раз? Нету, черт. Ой, слушай, ладно тебе. Да, и действительно, до того, как это автомобиль, предыдущий владелец дал ее на дилера, он два месяца назад пытался сам ее продать за миллион пятьдесят. 35 тысяч километров пробега. Обслуживание тут есть в бумаге? Только одна тошка, девяноска. Только одна тошка на пятнадцати тысячах. Капот у нас также тут снимался. Крыло меняли, это понятно. Я не вижу, на отметке более нет, но маркировка одинаковая. Маркировка одинаковая, я вижу, что да, маркировка одинаковая. Ну, здесь, видишь, что хорошо просматривается? Вот по машине можно здесь все просмотреть, здесь все увидеть. Капот крутили, да? Капот крутили, да. А его не меняли? Судя по всему, нет. По крайней мере, снутри он бьется вообще как-то должен быть сверху, как и вся машина толще. Все, я понял. Омыватель фар, отключение ESP, регулировка уровня яркости в табло, значит, складывание зеркала, регулировка зеркал, только автоматический водительский стеклоподъемник, остальные не автоматические. Запирание дверей, мультируль. Голосовое управление, в общем, управление Bluetooth телефоном. Что у нас еще? Круиз-контроль, климат двухзонный, AUX USB, электронный ручник, штатная музыка, механика, подогрева сидений. Нет очечника. Да, смотрите, просто вопрос такой. Он по-любому будет у нас в комментариях на канале. Так, камера снимает? Снимает. У этого автомобиля два зарегистрированных ДТП. Почему вы согласились его покупать? Потому что они не серьезные. Ну и... Стоп, секунду, сейчас. Этот. Ну вот как нам объяснил Павел, да, вообще, в принципе, человек... Нет, тут видно, что за ДТП были, это понятно. Но все равно, сам факт. То есть, людей же чаще отпугивает просто самопонимание, что есть два ДТП. Ну, то есть, если у машины, скажем, она не новая, да, и на ней есть там ДТП, ну, скажем, с бампером. Да, с бампером. Видно, что на ней хотя бы ездили. Да, то есть, когда все в машине... Вы все, будьте нашими клиентами всегда. Когда все в машине идеально, ну, это тоже настораживает, на самом деле. Нет, ну, мы стараемся находить всегда идеальные, но я скажу так, то, что здесь цена, наверное, еще привлекает, да? Цена привлекает, да, потому что, в принципе, ну, по бюджету мы как раз таки укладываемся, вот, и... Ну, это такой тоже весомый фактор. Ну, вам Паша сказал, что бампер вот эту вмятину внизу, ее не надо менять, там можно это все выправляется. Это все выправляется. То есть, профессионалы это могут убрать. Да, да, можно вытянуть, разогреть, то есть... Ну, дело в том, что там он немножко сам уже сверху, где краска белая, чуть попорчим. Вот, мы посмотрели, там, цена вопроса, ну, вместе с... До 10 тысяч рублей. Да, с окрасом. До 10 тысяч рублей, да? Да, где-то 10 тысяч рублей. Это небольшие деньги. Вот, и из-за этого не покупать машину, в принципе, хорошую. Вот, и, ну, вот, и весь пробег, который здесь есть... Что они творят? Вот, смотри, что они творят, да? Что они творят? Они делают свою работу. Делают свою работу. Нет, я на самом деле очень... Я специально задал этот вопрос. Я-то, как человек, который занимается автомобилями постоянно, я-то понимаю, о чем вы говорите, но на канале многие не поймут, напишут, что да как так. И, действительно, я вот все чаще сейчас пытаюсь, как бы, показывать, что на машинах есть нюансы, на машинах с пробегами. Да, ну, надо быть готовым просто. Ну, как ты себя морально готовишь. Блин, я уже, значит, вы вот такие вещи понимаете, на самом деле. Так, сейчас, ребята, у нас достают, чтобы проверить всю нишу, что тут действительно нету никаких... Я не хочу проверить, потому что есть отчет Карпрайса, которым есть много несоответствий с этим автомобилем. Чего еще раз? Есть по автотеке отчет Карпрайса, потому что пытались узнать Карпрайса. И по Карпрайсу есть много несоответствий. Серьезно? Да, ну, мелкие, как бы, скажем. В общем, сейчас мы убедимся, что сзади нет ничего серьезного. Я так понимаю, что... А ты, Паш, разбирал уже нишу все? Пластик не доставал. Пластик не доставал. Да. А теперь я не знаю, откуда болты. Ну, тут все болты все на месте, здесь ничего не крутилось. Вот, я посвету себе. Там все родное, да? Да. Ну, вы покажите ребятам-то тоже, что тут все в порядке. Такой страх, ну, как бы. То, что должно было вчера, нет. Ага. То есть здесь все замазано с завода, герметик? Да, я же там. Да, и нигде ничего не выправлялось. Точек лишних шварных никаких свов нету. Ага. Шварных свов. Шварных свов. Сварных свов, в общем. Только потом соберите обратно все, как было, ладно? Да. Так точно. Люблю я чистые кожаные автомобили. Вот прям люблю, когда все аккуратненько, чистенько. Все как новенькое. Ой, что это, штучка? Это обдув чего-то. Не знаю, что это такое, ребят. Кто знает, напишите в комментариях. Это обдув чего переключается здесь. Даже интересно. Блин, приятный автомобиль. Так, Миш, у нас все так оба... Ты ту сторону уже смотрел? Там дверь только, да? Дверь и крыло. Крыло я все сейчас. Сейчас, смотри, посмотри. Ага. Миша на данный момент, грубо говоря, принял все меры, чтобы убедиться, что задняя часть, именно вот это, железо, оно никак не пострадало. После того, как пострадало, исключительно бампер, пластик. А что в карпрайсе? Школы на переднем левом крыле. Мы долго еще раз стали, нашли. Так. Повреждения центральной консоли. Это в отчете карпрайса? Да. Повреждения центральной консоли. Сзади вентиляции. Так. Мы искали, мы даже не зайдем сейчас. Ну, ты понимаешь, насколько они дотошные? Молодцы. Ну, ты знаешь, как страшно. Так это для того, чтобы снять цену на автомобиль, который ты сдаешь. А еще? Там много всяких вот таких. Сгол где-то в дверном проеме. То есть, слушай, они, получается, осмотр очень дотошный у них. Да, только они почему-то не написали, что автомобиль ввется толще, чем он должен быть. А, да ладно. То есть в отчете карпрайса не написано по покраске? У них нет показаний замеры краски. Они написали, что здесь крашено крыло и дверь. А? Ну, что мы здесь снимем? Ну, все. Нешают. Номер двигателя оттерлись, фотографировали. Его сверяли, он совпадает, соответственно, с документами. Вид номер проверен на всех шильдах, проверен в мозгах. Все совпадает. Сейчас Миша еще раз проверяет, фотографирует ВИН-номер. После чего будет инспекция подкапотного пространства, проверка всех жидкостей. Как вы относитесь к наклейкам? К наклейкам? А, я понял. Клинликар, который. Ну как реклама? Еще никто не пришел к нам, не сказал. Вы знаете, я видел вашу машину в городе, вот решил к вам воротиться. Надоест, она виниловая, она без клея. Если надоест, она снимается. Да, только единственное, что мойкой она не смоется. Что пояснять, надо подцепить уголочек, просто пленочкой снимается она. Не, Настя, тогда мы не поймем. Хорошо, хорошо. Тогда будем клеить наклейку. Друзья, вот почему мы показываем свою работу на видео, вот почему мы показываем закрытие и в каких состояниях мы забираем автомобили. Да, у этого Qashqai, я повторюсь, два ДТП по базам ГИБДД. Да, тут мининое крыло и крашеная дверь, крашеные бамперы. Сзади бампер надо еще красить. Но, исходя из остального состояния, технического состояния автомобиля, его цены, за которые его приобретают наши клиенты, они сами посчитали, взвесили все за и против, и решили купить этот автомобиль. Мы не настаивали, мы лишь передали диагностику. Мы сказали, какие есть минусы, какие плюсы. Чем чреват этот задний бампер, во сколько это может выйти в ремонте, они сами посчитали и узнали, что это им выйдет до 10 тысяч. Автомобили с пробегом, они такие, даже вот 15-го года, то есть 15, 16, 17, 18, четырехлетний, там пусть хорошо, допустим, в конце 15-го года куплен, 3 года автомобиль проездил. Но автомобили с пробегом подразумевают, что на них ездили. И удивляться таким вещам, как замятый бампер, например, там лекрашенное мининое крыло, ну, наверное, не стоит, и ребята это прекрасно понимают. Классный Кашкай, классные ребята, в общем, следите за нами дальше, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, потому что там каждое воскресенье классная рубрика. Давайте обсудим, интересно ваше мнение. Кстати, сегодня воскресенье, сегодня должна быть новая рубрика. Все, спасибо всем за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok